всем привет друзья с вами иной ноябрь балует нас новостями игропром оживился и пестрит анонсами и дополнениями компания blue hole studio известная такими проектами как terra онлайн и player unknown battleground анонсировала выход крупного проекта ascent infinite realm доанонсировала так что сразу со сроками проведения збт давайте разбираться что к чему игра базируется на движке unreal engine 3 хотели делать на четвертом но побоялись не справиться да и первый проект компании terra онлайн основан на третьем движке новость не совсем утешительная поскольку как показала практика движок не очень подходит для мморпг на крупных замесах все построенные на этом движке игры конкретно лагают разработчики переняли систему мировых событий из игры guild wars 2 наряду с обычными квестами вы сможете участвовать в случайных ивентах которые дадут вам большое количество опыта и помогут разнообразить прокачку персонажа также нам предложат исследовательские миссии они проходятся на трех больших уровнях убивая монстров вы будете получать мощные бафы для чего они нужны и зачем такой гринд пока не ясно но известно что с наступлением темноты монстры будут становиться сильнее это очень похоже на систему ночи и старый мморпг под названием реквием в игре нам позволит строить собственные дома дом это не просто способ прослабиться перед боем а персональное убежище связанные с квестами батл граундами и исследовательскими миссиями на территории вашего дома можно сделать свой огород для выращивания культур и разводить ручных монстров которые впоследствии станут вашими личными маунтами также ролик продемонстрировал корабельный контент он будет доступен на капе персонажа корабли нужны для осад командного пвп и захвата воздушных крепостей на данный момент нам представили пять классов первый из них это варлорд здоровый мужик щитом и кувалдой большое количество брони и хороший саппорт потенциал для команды типичный танк прибавить нечего ганслингер чувак с двумя пистолетами и ружьем большая дальность атаки и высокий урон по одиночной цели ассасин классический убийца с двумя кинжалами большая скорость атаки и высокий шанс крит урона волшебница песни льда и пламени хорошо обращается способом и взывает к стихиям холода и огня высокие показатели атаки и дальнобойность прибавить нечего типичная магичка и последний класс это мистик взывает к силам природы для исцеления своих сопартийцев качестве оружия используют жезл и тотем как вы могли заметить каждый класс владеет двумя видами оружия что позволяет ему переключаться в разные стойки и в каждой из них свои преимущества первый этап закрытого бета-теста пройдет в корее с 13 по 17 декабря этого года подать заявку на тестирование смогут все владельцы корейских аккаунтов но практически одновременно с открытием корейского сайта игры стартанул ее западный аналог а в твиттере компании какао games появилась мистическая надпись как насчет за bt в первой половине восемнадцатого года от себя хочу добавить что трейлер выглядит довольно прилично несмотря на то что местами картинка подлагивает фанаты ммо уже успели задизать этот ролик на канале игры зрители пожаловались на скудность показе геймплея и шаблонность его режиссуры и здесь я с ними согласен с одной стороны нам показали смешение технологии магии а с другой ничего особого мы не увидели полеты из айона монстры из реквиема ивенты из гилд ворс 2 ферма из аркейдж но про ветки умения вообще промолчу хотелось бы знать что игра может предложить принципиально нового какие ее особенности и фишки почему мы должны выбрать именно этот проект а не какой другой после череды ммо фейлов у игроков уже не так просто затащить в очередной проект и показами ролика тут не отобьешься друзья а какое впечатление ролик произвел на вас делитесь своим мнением в комментариях не забывайте ставить лайки и подписываться на канал с вами был иной пока пока а